Ты уверен, что мы достаточно отработали второй элемент? На все сто процентов. Мы точно займём первое место. Буду надеяться на это. Что ж, наш выход. Скажи же, хорошо выступили. На тренировках и лучше было. Первое место возьмёт Корея. Не парься ты, первое наше. Итак, первое место заняли Дерек Квинн и Эшли Диас. А я говорил, что прорвёмся. Кстати, Эш, у меня для тебя сюрприз. Ого, пойдём посмотрим. Вечеринки у бассейна. Ты ведь любишь плавать, верно? Да, но шумные вечеринки не особо. Да ладно, давай отметим первое место. Лучше бы вдвоём отметили. Ну окей, как хочешь. Я купаться, догоняй. Срочно, Эшли Диаса очнулась. Ого, вы очнулись. Вы можете объяснить, что со мной произошло? От сильного удара головы вы впали в кому. И сколько же я пролежала? Вы находились в коме три года. Что? Какой сейчас год? Сейчас 2023. Чёрт, срочно надо позвонить Дереку. Когда меня выпишут? Не могу сказать точную дату. Всё зависит от вашего состояния. Ого, всё-таки изменилось. Я не узнаю эти улицы. Самое главное, меня больше не узнают как фигуристку. Пойду устрою сюрприз Дереку. Кто это ко мне пришёл так рано? Дерек, как же я рада тебя видеть! Ты скучал по мне? Милый, кто там? Что? Эш, ты проснулась? Привет, подруга! А что ты делала у него в квартире? В общем, тут такое дело. Мы помолвлены. Что? Дерек, ты изменил мне? Нельзя это назвать изменой. Было неизвестно, проснёшься ли ты вообще. И как же у вас всё закрутилось? Милена стала моей напарницей спустя год после твоей травмы. Вот так всё и закрутилось. Я тогда пойду. Долго я не могла принять тот факт, что моя жизнь разрушена. Мне приходилось начинать жизнь сначала. Эта мысль меня убивала. Лучше бы я вообще не просыпалась. Что это за музыка? Танцующий кассир? Хоть что-то подняло мне настроение. Часто после уроков я любила посидеть в кафе. Там играла моя любимая классическая музыка. Что за странные звуки? Опять этот странный кассир включил свою безвкусицу. Что? Он идёт ко мне? Эй, ты что делаешь? Хотел проверить, настоящая ли ты. Выглядишь как фарфоровая кукла. Мне воспринять это как комплимент? Да. Выключу уже своих фриков. Это не фрики, это хип-хоп. Хип-хоп не в моём вкусе. Что? Что тут делают Милена с Дереком? Надо сделать вид, что мне и без него хорошо. Ха-ха-ха, зайчик ты такой классный. Очень смешно пошутил. О, а вы что тут делаете? Мы пришли отметить два года вместе. А ты, кто это рядом с тобой? Это мой парень. Ха-ха, вижу, как Дерек ревнует. Ладно, мы пойдём. Пока-пока, удачи вам. Получается, я теперь твой парень? Чёрт, прости меня. Мне просто нужно было сделать вид, что у меня всё хорошо. А кто это были? Это мой бывший и его девушка. Извини, я просто хотела его позлить. Ха, а мне это понравилось. Я не против ещё его позлить. Оу, бедный Дерек. Я Эшли Диас. Марк Браун. Часто я с Марком сидели в кафе. Я рассказала ему всю свою историю. Я не была отвергнута. Кстати, ты говорила, что занималась фигурным катанием до травмы. Пробовала снова начать кататься. Врач сказал, что пока не рекомендуется, но я всё равно планирую начать. Может, лучше следовать указаниям врача? Ты хоть и фейковый мой парень, ты должен поддерживать меня. Хочешь прийти ко мне на тренировки? Окей, я приду. Так как выполнить этот элемент? О да, у меня получилось. Ха, умница, но определённо можешь лучше. Сам-то кататься вообще умеешь. Серьёзно спрашиваешь это у короля хип-хопа? Ха-ха-ха, ну и король. Возьми меня за руку. И поехали. Кажется, что-то по новостям передают. О, это интервью Дерека и Милены. Эй, Эш, не загоняйся из-за него. Он помолвлен, тебе нужно просто принять и отпустить. Да, думаю, ты прав. Мне нужно сосредоточиться на соло, а не на Дереке. Хороший настрой. Дочь, у меня для тебя сюрприз. Я устроила вечеринку в честь твоего 20-летия. Ты же знаешь, я не люблю такое. Пожалуйста, будь хоть немного благодарной. Тем более, жду знакомства с твоим новым парнем. Мне про него Дерек говорил. Он, к слову, тоже приглашен. Навряд ли Марк угодит маме внешне. Нужно прислать ему пару стилистов. Приветик, Марк. Мы не исполняется 20 в эту среду. Ты же придешь ко мне на день рождения? Окей, приду. Только тут одно дело. Тебе снова придется сыграть роль моего парня. Окей, не вопрос. Я пришлю тебе пару стилистов, окей? Зачем стилисты? Да ладно тебе, это всего на один день. Ладно, ладно. Да где же он? Опаздывает? О боже, он выглядит как принц. Ну что, как я выгляжу? Ты выглядишь просто потрясающе. А по-моему, я выгляжу как отполированная кукла. Не переживай, все супер. Эй, Эш, идите сюда. Эш, это моя мама, да. Идем. Как же мне тут некомфортно. Особенно в присутствии Дерека и Милены. Эш, все нормально. Да так, мне просто неловко в присутствии Дерека и Милены. Скорее бы это все закончилось. Эй, обратите все внимание. Марк, что ты творишь? Не парься, все будет круто. Черт, 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 что он творит? Он подошел к пианино? Эту песню я хочу посвятить своей девушке. Ого, не думала, что он умеет играть на пианино. Его игра просто превосходна. С днем рождения, Эш. Извините, пожалуйста. Извини, что все так вышло. Это ты меня прости за испорченный праздник. Да ладно, не переживай. Я не люблю шумные вечеринки. Кстати, завтра у меня предпоследняя тренировка перед соревнованиями. Можно мне прийти с тобой на треню? Пускай только спортсменов. Кто же за тобой следить будет? Это задача моего тренера. Тогда приду на соревнования. Ты точно выиграешь? Я тогда пойду тренироваться. Да как выполнить этот чертов поворот? Ладно, еще раз. Что? Дерек? Что ты тут делаешь, Дерек? Тоже пришел на тренировки. Не хочешь покататься вместе, как в старые добрые времена? Только покататься. Что ты творишь, Дерек? Мы расстались. Тем более, у тебя девушка есть. Но ты мне нравишься больше, Эш. Мне кажется, нам стоит остаться друзьями. Мы оба понимаем, что это не так. Мы созданы друг для друга, понимаешь? Нет, Дерек, я тебя больше не люблю. Да хватит, тут люди, они не могут сфоткать. Кажется, уже сфоткали. Черт, сейчас слухи пойдут, спасибо тебе. Отмазки теперь кто придумывать будет? Да, теперь все думают, что мы снова пара. Надо позвонить Марку. Черт, не отвечает. Может, на подработке? Так, надо сходить туда. О, наконец-то нашла тебя. Почему не отвечаешь на звонки? Почему ты игнорируешь меня? А какой смысл нам продолжать общение? Вы же с Дереком пара теперь. Ты добилась того, чего хотела. Мы с Дереком не вместе. Тот поцелуй был против моей воли. Я хочу продолжать с тобой общение, правда? Ты мне нравишься, Марк. Если бы я тебе действительно нравился, ты бы не заставляла меня быть тем, кем я не являюсь. Извини меня за тот случай. У меня соревнования в эту пятницу. Ты придешь? Надеюсь, ты придешь. Последняя тренировка перед соревнованиями. Кажется, кто-то сюда идет. Милена, что ты тут делаешь? Разговор есть. Может, ты прекратишь клеиться к Дереку? А если ты про тот поцелуй, то... Дерек взял меня силой, я была против. Лгунь, я Дерек никогда бы так не поступил. Не лезь к нему, он помолвлен. Не хочешь мне верить? Не верь. Но когда тайное станет явным, не плачь в подушку. Дерек не такой ангел, как кажется. Следующий мой выход. Воу, классно выглядишь, Шишли. Ага, спасибо. Ты что-то хотел? Не хочешь снова стать моей напарницей? Нет, Дерек, у тебя напарница Милена. А если я брошу ее? Я выступаю теперь только соло. Ха, я до травмы о соло и мысли не было. Я, да и после травмы, два разных человека. Одиночество научило меня справляться в одиночку. Ну а ты не изменился, вечно меняешь спутниц. Спасибо, что тогда не солгала мне. Я была лучшего от тебе мнения, Дерек. Мы расстаемся, идиот. Оставлю вас двоих, голубки. На арену приглашается Эшли Диаз. Даже после тяжелой травмы она встала на коньки. Уже стоя на публике, я искала лицо Марка. Но не могла найти его. Тут самый сложный элемент. Все, это провал. Эшли, давай еще раз. Эшли Диаз, второе место. Даже заняв второе место, я была счастлива. Ведь это только начало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА